Очередной ДТП с участием автобуса. Сегодня утром кондуктор маршрутки упал и получила сотрясение головного мозга. Водитель пассажирского автобуса уходил от столкновения. Юлиана Третьяк выяснила подробности аварии и узнала, что думают горожане о навыках водителей маршруток. На этом перекрестке улиц Молгоградской и Конституции. Сегодня в 9 часов утра водитель легковушки подрезал маршрутный автобус. Водитель автобуса, чтобы избежать столкновения, применил экстренное торможение. За рулем того самого маршрутного автобуса был Сергей Кирьянов. Мужчина почти 30 лет водит автобус и прекрасно знает, что бывает, когда 16-тонная махина наезжает на легковушку. О том, что может произойти ДТП, он даже и не подозревал. Мне надо уходить налево. Я включаю поворот и смотрю в зеркало заднего вида. Смотрю, у меня машина идет обходить. Ну, я думаю, значит, он вместе со мной поворачивает. Я его пропускаю, и он вместо того, чтобы уходить налево, он резко берет вправо и тормозит. Я резко нажал на тормозную, чтобы не удариться там в него. Несмотря на предупреждающие стикеры и прописанные в правилах работы кондуктора меры безопасности, женщина в момент торможения не держалась за поручни. Как расскажет потом, рассчитывала за проезд. Спрашивают, что такое? Тихо, они ничего не говорят. Потом женщина стояла здесь около этого. Она говорит, ваш кондуктор упал. Я тут в этом районе. Женщина-кондуктор ударилась с теменем. На карете скорой помощи ее доставили в больницу имени Пирогова. Был элемент потери сознания. Факт. Больную доставили к нам. После проведенного обследования больной был выставлен диагноз закрытая мозговая травма, сотрясение головного мозга, ошибки мягких тканей головы. Но от госпитализации пострадавшая наотрез отказалась, добавил доктор. А зря. Такая серьезная травма может дать осложнение. Впрочем, пострадавших в авариях с участием пассажирского транспорта в больницу доставляют практически каждый день. Почему такое происходит, мы спросили непосредственно у самих пассажиров на одной из остановок города. Претензий к водителям автобусов набралось немало. Я считаю, что водители городского автотранспорта ездят более аккуратно, чем водители частного транспорта. Потому что водители частного транспорта, у них выручка зависит от того, сколько они пассажиров перевезут. И из-за этого все вот эти неаккуратности на скорости большой. График у них, наверное, у их хозяев. Поэтому так, торопятся. На некоторых остановках вообще не останавливаются. Проезжают мимо. Ну и вообще обгоняют. Друг друга. Я думаю, не по правилам. Поддержимся, стараемся. Но пока на моем случае не было такого. Слава Богу.